Еще в марте Путин внес прямо-таки смелое предложение по изменению налога на вывод средств в офшоры. Вот несправедливо, сказал он, что все трудящиеся платят подоходный налог 13%, а богачи уводят из России нажитое в ней под 2%. И обещал ввести 15% налога на вывод денег, что должно было сделать эту операцию бессмысленной. И таким путем принудить этих самых богачей вкладывать в развитие России, а дополнительные налоговые поступления направить на поддержку семей с детьми и безработных. Вот Путин тогда грозно сказал, что если иностранные партнеры не примут предложенные изменения, то Россия выйдет из таких соглашений в одноименном, в одностороннем порядке. И начнет с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения. Ну, попросту говоря, где проходит основная отмывка. Но не тут-то было. Вот прошло всего-то ничего, и вдруг Минфин объявил, что выполнение поручения президента откладывается аж до 2024 года. А до тех пор для наших миллионеров, по большой части уже и не живущих-то в России, будет действовать прежняя ставка 2%. А поскольку Путин предлагал пустить эти 15% на помощь семьям с детьми, получается, что Минфин не только ему дал по рукам, но и всем россиянам, голосовавшим за его же поправки в Конституцию. Вот, дескать, обо всем, что Путин говорил на публику перед голосованием, теперь можно смело забыть. Вот, если нашему гаранту можно дать по рукам, то нужно будет признать одно из двух. Либо он никогда и не собирался увеличивать налог на вывод денег из России, и его волнуют исключительно интересы друзей и миллионеров. А об остальных россиянах он вспоминает только, когда нужно их отправить на голосование за себя и свои поправки. Причем друзей, так нещадно грабивающих нашу страну по таким льготным для них законам, каких нет больше нигде в мире. Либо иностранные партнеры по отмывке денег, о которых он говорил в марте, а именно Кипр, Мальта, Люксембург и другие, не хотят терять свой процент с проходящих через них российских финансовых потоков. И тоже имеют возможность дать по рукам нашим властям и не допустить, чтобы их кинули в одностороннем порядке. Вот вся эта мышинная возня означает только то, что власти продолжают обделывать финансовые делишки в собственных интересах, а россияне продолжают оставаться дешевой разменной монетой в их руках. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. И тогда победим!